В Чувашской республике ведется планомерная работа по развитию сельских учреждений культуры. За 2008-2014 годы было отремонтировано 186 клубов. В некоторых наша съемочная группа побывала на экскурсии. Подробнее в следующем сюжете. Официальное открытие Дома культуры в Сучевском поселении Мариинско-Пасадского района запланировано на лето этого года. Но то, что уже можно было запустить в работу, работает. В этом здании разместилась администрация поселения, открылась библиотека, функционируют несколько кружков, репетируют местные ансамбли. Очень большое значение имеет для нашей деревни, для нас всех, кто здесь родился, живет. Вот открытие, еще не открылся совсем. Мы очень ждем этого дня. Все стар и млад. Потому что у нас многие годы в последнее время сельского клуба не было. Негде собираться населению, негде встречаться. И концерты у нас из города, коллективы другие не приезжают. Клубу у жителей Сучевского сельского поселения не было уже более 10 лет. И вот в 2013 году начался и на их улице праздник. Из республиканского бюджета на возведение очага культуры выделили 13 миллионов рублей. За последние годы строительство на государственные деньги такого огромного клуба в республике, можно сказать, впервые, как назвали нас пионерами в этом деле, планируем открыть кинозал. По программе должны нас обеспечить светомузыкальной аппаратурой. Ко дню республики мы надеемся все это оформить, все сделать, получить. В селе Большой Сундырь в 2014 году тоже был открыт Дом культуры. Точнее, информационно-культурно-досуговый центр. Для местных ансамблей приобретены новые музыкальные инструменты и шьются костюмы. Строительство и ремонт сельских домов культуры ведется практически во всех районах республики. Дополнительно, помимо основного финансирования, которое ежегодно выделяется у нас в районе на культуру, было выделено более 2 миллионов рублей. Это в первую очередь прошел у нас ремонт в Шетмобосинском доме культуры. Шетмобосинский дом культуры стал у нас участником республиканской программы комплексной компактной застройки. Из республиканских средств было выделено 812 тысяч, и наш район выделил также дополнительно.